Всем здравствуйте! Хочу вам показать одно приложение, фоторедактор Pixlr, которое вы можете установить на свой телефон, смартфон, планшет на базе операционной системы Android. Я нажимаю на эту иконочку. У меня открывается данное приложение. Здесь я в вкладке камеры могу сделать снимок. Вот здесь шестереночка настройки. Давайте нажму, вам покажу. Ничего сложного нету, все понятно. Выхожу обратно в главное меню обсуждаемого приложения. И так дальше. Вот здесь вы можете сделать снимок, нажав на приложение камера, выбрать фото из вашей галереи или сделать калаш из фотографий, которые у вас имеются. Также в галерее, но я не галерею свою на фотокамере, не на фотокамере, на телефоне не буду показывать. Так есть там фотографии личного частного характера. Я специально сделал для этого приложения снимок этого мотоцикла. И сейчас у меня во вкладке фреш открывается именно сделанный последний снимок. Я нажимаю на фотографию мотоцикла. И у меня открывается его снимок, фотография. Вот в таком понятном, легко, интуитивно освояемом... Так, освояем, как же закончишь предложение. Ну, не суть. Давайте пройдем по нижним вкладочкам. Аджастмент. Вот я нажимаю на аджастмент. И у меня появляется следующая функция. Я могу выбрать, допустим, контраст, размытие, четкость, стиль, обрезать. Вот, допустим, обрезать я выбираю. Мне предлагается, либо я обрежу по предлагаемому формату. Нажимаем на вкладочку Free и здесь выбираю 6,4, 4,3 квадрат. Ну, допустим, я хочу для Инстаграма квадрат сделать. Меня все это устраивает. Нажимаю Ape. Дальше я хочу посмотреть эффекты, допустим. Я выбираю эффекты. Здесь открывается вкладочка Vintage, слишком старый. Вот я открываю, допустим, Vintage. А слишком старый Too Old. Вот есть по-разному они называются. Давайте я выберу Vintage. Открываю Vintage. У меня открываются еще соответствующие подвкладки. Я выбираю, допустим, Doris. Меня Doris устроило. Я нажимаю Ape внизу. Принять. Дальше что я смотрю. Я хочу, допустим, overlay какие-то наложить. Мне нравятся всякие, допустим, я даже не знаю. Тут смотрите, какой выбор. Ольга, Neon, Light Paint, Fireworks, Flame. Ну, а, допустим, хочу какие-то лучики. Выбираю Laken HD. Выбрал. Вот здесь это была вкладочка. И, допустим, выберу что-то Geyser. Вот эту, справа украйняя. Нажал, эффект у меня применился. Набираю Ape. Что мне нравится этого приложения, пока не забыл. Я могу эффекты применять к фотографию непосредственно и последовательно друг за другом. То есть к фотографии будет применено несколько эффектов. В других приложениях иногда я сталкивался с тем, что можете применить какой-то один эффект. Как только вы переходите к другому эффекту, то предыдущий эффект убирается. Так, допустим, я хочу вместо оверлеев перехожу к следующему Border. Всякие рисуночки. И выбираю, допустим, вот это мне нравится. Grunge. Grunge я нажимаю и выбираю Circle. Вот этот. Мне очень нравится Circle. Выбрал. Посмотрите, что изменилось. Появили всякие рисуночки по краям. Нажимаю на Apple и так далее и тому подобное. Смотрите, можно применить также стикеры какие-то поставить. Давайте мы стикер поставим сейчас по-быстренькому, чтобы закончить наш урок. Мне вас не отвлекать. Я хочу, допустим, вот этот мишка. Kawai. Что-то японское слово. Kawai. Wasabi. Но я хочу использовать вот это облако. Видите? Третье плачащее облако. Я нажимаю на него и пальчиками я могу увеличить облако размер, либо уменьшить. Но я его хочу вот сюда поставить, как раз над мотоциклом. Apple меня все это устроило. Все. Я поработал в приложении. Имеющийся результат меня устраивает. Я нажимаю Save. Выбираю, допустим, Current. И у меня сохраняется. Все, в принципе. Также я могу нажать справа от Current вкладочку Share, поделиться на какие-то, перейти в социальные сети. В общем, вы сами видите, ничего сложного нет. Держим связь, друзья мои. Приложение очень отлично. Скачивайте себе, устанавливайте. Всем добра.